Добрый день, меня зовут Дубровин Данил, я агроном хозяйства ООО «Рассвет-1», находимся мы в Вольском районе Саратовской области. Под пропашные культуры у нас всего в хозяйстве занято две с половиной тысячи гектар земли, две двести у нас мы отводим под подсолнечник и 300 гектаров мы отводим под кукурузу. Подсолнечник наша основная культура, весь упор мы делаем на нее, вкладываемся много, как используем интенсивную технологию, вкладываемся в удобрение, в защиту, стараемся как можно больше получать на ней урожай. Подсолнечник мы возделываем по разным технологиям, мы используем и классическую технологию, и под экспресс у нас отведены площадя, под Клиарфилд и под Клиарфилд Плюс, но делаем упор на Клиарфилд и Клиарфилд Плюс, потому что работают чистые, убирают весь сорняк. Наиболее важным считаем питание и защиту. До этого года мы не применяли основное питание, там амофос вносили только при посеве, сейчас основную дозу удобрений вносим под спашку. Защита от сорняков, да, безусловно, она очень важная. По прошлому году мы опыт такой проводили, тоже на таком же гибриде, на Дункане, тоже Листега Про. Был заложен опыт, 200 гектаров мы полполя отработали Листега Про, а полполя сделали просто междурядную культивацию. И разница была в 4 центнера, то есть там, где была культивация, царняк мы убрали примерно только на 30% при помощи культивации. Там была урожайность 19 центнеров, а где мы сработали Листега Про, там на этом участке, на 100 гектарах, была урожайность 23 центнера. То есть прибавка, грубо говоря, 4 центнера мы получили. И нас это устроило, это экономически окупилось. Сейчас мы находимся на вершине. Там снизу у нас такой мел, пыль, такая пылеватая структура. Здесь наверху у нас, как мы видим, вполне камни, щебенки. Тут вот у нас карьер расположен рядышком, то есть у нас такие условия жесткие. Даже посеять что-то тяжело, не то что получать. А как мы видим, поле стоит красивое, хорошее. Если даже на таком поле этот гибрид себя покажет, то это будет супер. Помимо того, что здесь была каменистая почва, тут еще большая проблема стояла с сорняками. С сорняков целый набор. Тут и осод, и бодяг тут присутствует, молочай, марь белая, злаковые сорняки. То есть тут весь спектр сорняков присутствует. После обработки, тут можно сейчас пройти и посмотреть, после обработки убрало все. И злаковые, и корни отпрысковые, и многолетние, и однолетние. Все стало чисто. Самый первый сев. Начали мы с этого поля сеять. Был 14 мая, посеяно это поле. За день мы его посеяли. Это поле 140 гектаров у нас. 15 июня мы, можно считать, ровно через месяц мы провели обработку Листега ПРО. В дозировке 1 литр на гектар мы давали. Через 4 дня уже был виден эффект, и где-то дней через 7-8 уже сорняк начал засыхать активно. То есть все уже начало подсыхать. До сих пор сорняка нет, поле чистое. Но на самом деле мы про Листега ПРО не знали ничего вообще. В прошлом году мы его первый раз использовали, и он нам сразу понравился. После Листега ПРО я лично никакого стресса не наблюдал, и культура была веселая. Все было хорошо. Самое главное, что мне нравится в Листега, это широкое окно применения гербицида самого. Лучше сработать как можно раньше. Можно даже начинать по регистрации две пары листьев. Это прям идеально. Можно чуть попозже сработать, и также никакого стресса на культуру он не оказывает. Компании «Сингенты» мы довольно-таки давно уже работаем. Без них мы уже не представляем свою деятельность. Отдельную благодарность хочется сказать компании «Сингенты» за агросопровождение. То, что они очень часто приезжают к нам на поля. По всем вопросам без проблем консультируют нас всегда на связи. Помимо консультации в полях, в зимний период мы постоянно выезжаем на различные семинары, на выставки. И за это им огромное спасибо именно за обучение. То, что не просто используем их продукты, а они еще учат нас именно, как работать, как правильно делиться опытом. И всегда на связи.